Всем привет! Сегодня у меня вот такая замечательная коробочка на обзоре. Этот нож я заказывал исключительно себе, потому что я очень много слышал о замке Threadlock от Cold Steel. Мне всегда хотелось посмотреть, попробовать все-таки вживую. На картинках понятно, как он работает. Я понимаю смысл того, как он работает, чисто так вот, ну, технически, но хотелось посмотреть, как это в руках как бы выглядит, как это все сделано. И, в общем, выбор мой пал на нож Cold Steel Code 4. Если я правильно помню, это тоже новая линеечка 2013 года. Куча разных клинков, как всегда, у Cold Steel. И, в общем, удалось, ну, не удалось, точнее, выбор мой пал именно на версию с Pierpoint. Давайте посмотрим. Жем я, значит, уже этим попользовался. Значит, я уже имею некий опыт в использовании. Сразу скажу, что меня очень порадовала эта штука. В общем, вот такой вот плоский, аккуратный ножичек с алюминиевыми накладочками. С вот таким очень интересным по форме клиночком. Подождите, давайте протру. Потому что я этот ножичек достаточно активно эти дни ношу на кармане. Мне он очень нравится. Очень меня порадовал. В общем, вот такая вот прелесть. С таким достаточно большим, с достаточно толстым клинком. Тоже ТТХ можете посмотреть. Вот такой вот по длине. Такой адский мощный кончик, за который можно вообще не переживать. Очень красивая форма самого клинка. На самом деле, с Pierpoint я почему-то для себя нашел ее, что это вот из тех версий, что мне предлагалось выбрать, из каких клиночков. Вот это вот, наверное, для меня наиболее интересное оказалось. В общем, ну, что я вам могу сказать. Потаскал я этот нож. Могу сказать, что супер. Он очень легкий при такой длине клинка, при таких размерах. Размеры просто кайф. Рукоятка вот так. При этом, я вообще, как бы, для чего этот нож заказывал. Мне хотелось какой-то вот ножик, такой же удобный для ношения, такой же вот как Кершоу Нокаут. Мне он очень понравился. Там форма клинка, все остальное. В общем, чуть ли не в каждом видео вы его видите. Я с ним все время что-то сравниваю. Но хотелось какой-то альтернативы. Когда-то мне попадался такой ножичек, как Бокер Титан. С одной стороны, сначала он мне очень понравился. Потом я пришел к выводу, что Титан достаточно легко царапается. Что у ножа такое посредственное качество изготовления. При, кстати, равной цене этому ножу. И плюс слишком узкий клинок. Он был хороший по длине, но слишком узкий. И плюс вот по толщине он был примерно такой же, да, на самом деле. Но он мне реально казался очень хлипким. Очень таким, каким-то вот не очень надежным, таким чисто джентльменским под костюм. Плюс бэклок, замочек все-таки у меня немножко... Вот в исполнении Бокера не очень нравился. Потому что, на самом деле, я даже столкнулся не так давно на эндуре за своего знакомого. Если у бэклока есть немножко износ, то он выскакивает. При том, что замок остается цендленным. Но он выскакивает наверх, нож складывается. Понятно, что титаном никто ничего не собирался делать. По одной простой причине. Он очень тонкий и очень удобный элементарно при строгании. Вот здесь колдстилу шириной рукоятки удалось компенсировать это просто с лихвой. Нож как угодно можно зажимать в руке. Он нигде ничего не наминает. Понятно, что если я буду делать на нем канатные тесты, без перчатки не обойтись. Но в рамках разумного, что удобство от использования этого ножа куда выше. Плюс мне очень понравился вот этот вот вывинчивающийся шпенек. Который можно выкрутить на какую сторону, как вам понадобится, как вам захочется. В общем, чтобы вам было удобней. По поводу триадлока. Вы видите, какое коромысло, что согнуть вот это или сломать вот это, это что-то нереальное. Причем, как бы вот такой момент. Значит, смотрите. Триадлок устроен по-другому, нежели бэклок. Во-первых, тут толстый длинный зуб коромысла. И что самое интересное, нож, вы видите, что клинок, он не упирается в коромысло. Он упирается в упорный штифт. Вот такой вот толстенький упорный штифт. И при этом штифт предотвращает его от выгибания в эту сторону. А бэклок, вот здесь, ой, триадлок вот здесь глубоко садится в зуб. Сам радиус коромысла очень большой. И вот садится в зуб глубоко, что от складывания. Вот этот замок, у меня есть четкая уверенность, что он не сложится. За это я вообще не переживаю. И сам нож, я думал, он будет меньше. Но когда я достал, мне сначала показалось, что вот это сабля. Но на самом деле, при том, что он весит очень мало, очень плоский, очень аккуратный, я вполне представляю его как нож для повседневного ношения. Причем такой, который можно не бояться, им ничего делать. Сталька здесь Аус 8А от Cold Steel. Производится нож на Тайване. Вы видите надпись Cold Steel Taiwan. В общем, в принципе, если накачать большой палец, то и этот нож можно складывать одной рукой, как любую эндуру, как любой другой нож с бэклоком. Но вот за те дни, которые я успел поносить нож, во-первых, меня порадовала обработка вот этого вот алюминия. Он не поцарапался, не засалился, ничего. Меня очень порадовало. Толстый, очень осевой. И, скажем так, я, в общем, какие эмоции я хотел получить от ножа, я их получил. И на какое-то время нож на самом деле задержится у меня. То, что он мне очень нравится. То, как он исполнен за свои деньги, качество изготовления отличное. Чтобы там не говорили про Cold Steel. Открывается очень легко. Я его могу каким угодно хватом. Длина рукоятки позволяет. И им реально вот не страшно при таком кончике что-то ковырять. Про сведение ничего вам не могу сказать. Единственное, что я вам могу сказать, что вот в этом месте, самом начале заточки, вот здесь, да, он сделан куда аккуратнее, чем любой из кершиков, которые попадались мне в руки в последнее время. Тут все очень тонко, все доточено, все хорошо. Про сведение, опять же, не скажу. Надо померить. Его всегда можно переточить. В общем, ножом я очень доволен. Он гораздо тоньше, чем Recon, но примерно то же самое, только в алюминиевой упаковке. Вот. Что касаемо клипсы, мне очень понравился этот момент. Вот такая интересная изогнутая клипса. Очень глубокая тоже достаточно такая. Тут чуть-чуть совсем торчит. Вот. Но ее невозможно переставить на эту сторону. Поэтому Cold Steel в комплекте дает вторую вам клипсочку по другую сторону. Тоже меня очень порадовало. Коробочка, может, не такая яркая, не такая симпатичная, как у кершей, бенчмейлов или еще у кого-то. Но вот сам нож, ребята, я вам должен сказать, классный. И если у меня будет возможность, то в ближайшее время я хочу реально вот им что-то построгать. Предстоит на выходных вылазка на природу. Возьму я его с собой. Даже не буду перетачивать вот то, как он есть. Возьму его таким. Построгаю. Понятно, что вот на сатине быстро появятся царапки, еще что-то. Но, может быть, как раз и будет потом смысл, как бы и повод сделать Stone Wash. Будет вообще шикардос. Шикарно будет все смотреться, потому что вот эти все опорные штифты имеют только более матовую краску, так же, как и коромысло. Сделать еще вот здесь вот Stone Wash, и будет вообще все замечательно. Ножом я доволен. Тоже вполне мог бы сказать, что при своих больших габаритах, но при таком легком весе, нож очень приятный. И я думаю, что на ближайшее время вот этот ножичек полежет немножко на полке, пока я буду ходить вот с этим. Поэтому всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok